Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 1324 события дня. 1 Тимофея 1.15. Верно и всякого принятия достойно Слово, что Христос Иисус пришел в мир, спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 4.9. Слово сие верно и всякого принятия достойно. 2 Тимофея 2.15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Истины за 1 августа 2019 года. Объявление наше. Тормозните, и можно будет прочитать. Умерла она, и осталось четверо детей. Посоветовали дать объявление. Дети вот такие-то уже растут. Ну и далее переписка какая есть. Вот пишут, Владимир, я не беру фамилии, потому что недруги бросаются и рвут человека всякой гадостью, заваливают его, чтобы с нами не было, ушел. Ну, то есть безбожники, а сатанелые прямо и священники есть. Приходится скрывать. Сами не работают, а вот кто идет, он ему гадит. У нас был священник такой, отец Владимир Суртаев, в Критманово служил Алтайский край. Ну, посадили его. Что-то там выгадывал, продавал, имел, там дом церковный. Ну, я ходил, помогал, я сотрудничал с 18 лет с тюрьмой после освобождения, вот, в 87-м году. А потом он стал к нам ходить на богослужения. Я спросил его, ну, ты вот раньше знал, что у нас иконы есть? Конечно. Ну, а почему же ты людям говорил, что иконы не признаем, топчем, там и рвем, и жжем? Что ты говорил-то, я же не знаю, но против. Ну, да, назначим, чтобы люди к вам не ходили. Вот и весь ответ. Другой раз опять я его засыпил, говорю, ты говорил, что у нас нет епископа. Ну, мало ли таких дулевичей, придурков. Это много их. Совершенно против разума воюют. Знают, что тут митрополит служит, все, нет, благодати нету, отец таким не имеет права служить. Ну, то есть безбожники. Он залез туда, питается, залез передними, перелазит и задними. Как Лев Толстой говорит. Да, знал. А зачем же говорил? Ну, я сказал, чтобы никто к вам не ходил. А теперь сам ходишь. Вот считайте тут. Вот о Серафиме Саровском тут. Подражать ему, то другое. Ну, подражали бы все, не все бы умерло. Нет проповеди. Я молюсь ему каждый день, но подражать ему. К чему призываете? Подражайте мне, как я, Христу Павел говорит. То есть, а Павел не сидел за стенами. В Иордане не играл. Подражать. Молимся, признаем и довольны. А там митрополит Антоний. Ну, каждый ответит за это. Сотворили себе кумиры новых богов. Напридумывали. Я говорю, я молюсь ему, знаю. Ну, благовестие на первом месте. Радостный весть нести. Деяние 8.4. Рассеявшиеся ходили, не сидели. И благовествовали. И не молчально часто играли. Тайность святых, вот Иванова. Там это подробно описывается все. Вот тут разных святых приводят. Я их все копирую себе и выставляю. Любостяжание, ну, понятно. Как Антихрист будет, тут и прям Сирин. Считайте, тормозните и просчитайте. Разница вот. Я-то много еще оставил за бортом. Не успел сюда занести. Так, вот это у меня нет, тут еще нет такого. Вот наши ресурсы. Форум наш православный. Тут не убираются. Купить надо, чтобы купить. Банковской картой купить. Ну, то есть, паразиты. И вот не убрать еще никак нельзя. Способы оплаты. Ну, то есть, обольщение. Нет, вот залепили все. Я работаю-то, никто не работает. Вот так. Сегодняшнее. Выставил 10 роликов. Можно посмотреть. Большой. Во свете Библии православный, библейский сайт. Ну, и события дня. Целый день вчера работали. Симаковский пруд. Костровый рядом. Больдозерис. В такой жаркой кабине. Где-то я наружу. И то заболела нога даже. И не могу идти. Прыгать туда-сюда. Перед ним стоять. Там на жаре. Каждую вешку выставляю. Куда? Притулить землю. Ну, вот так. День прошел. Слава Богу. Утром кое-как встаю в другой раз. Но благодарение Богу. За болезнь это не считаю. Это все так естественно. И на этом. Все у нас. Сегодня должны вроде заканчивать. До обеда можем закончить. И больдозеристо отпускаем. И сразу занимаемся. Тут загородить надо то, что нас подняли, чтобы коровы не разбодали. А потом сразу на шлюз. Там работа серьезная. Слив сделать.